Здравствуйте! Вы смотрите в центре внимания в студии Евгения Монакова. Сегодня мы будем говорить о событии, которые уже 11-й год будоражат умы всех профессиональных мастеров-парикмахеров города Благовещенска, да, пожалуй, области, да и не только области. Я говорю о фестивале парикмахерского искусства «Почерк». И он пройдет 1 мая в 18 часов в областном доме народного творчества. Что же ждет нас всех зрителей и, конечно же, участников? Сегодня будем говорить об этом с Ольгой Критской, профессиональным спонсором и постоянным членом жюри фестиваля парикмахерского искусства «Почерк». Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте! Рада видеть вас в нашей студии. Скажите, пожалуйста, сколько лет тесной дружбы связывает вас с этим фестивалем? Не могу иначе сказать. Каждый год мы дружим с этим фестивалем. Дружба у нас не перестает и после фестиваля. Она продолжается. Но сфера нашей деятельности такова, что мы в эпицентре парикмахерского мира находимся. И мы, как никто, знаем эту кухню изнутри. Дружим с мастерами. Это наши коллеги, друзья, партнеры. И поэтому мы не можем обойти фестиваль «Почерк» стороной. И мы каждый год с ним. Вот скажите, вы говорите, что дружите с мастерами в городе. Действительно, а бывают какие-то удивления? То есть, или вы всех уже знаете, кто на эту сцену выходит? Парикмахеры – это люди творческие, и они удивляют нас постоянно. То есть, даже те, которые знают, не факт, что они не удивят? Да, да. Хорошо. Скажите, вы знаете уже, кто будет удивлять в этом году и чем? Ну, хотя бы я не прошу рассказать, конечно, полосы, но так, приоткрыть завесу тайны. И «Почерк» – это такой фестиваль, когда удивление наступает на сцене. Мы знаем коллекции, мы знаем салоны, которые принимают участие, мы знаем примерно концепцию мероприятия. Но те эмоции и праздник, которые нам дарят эти мастера, мы все-таки вот сможем увидеть в момент мероприятия на сцене. Скажите, а сколько будет, собственно, непосредственно конкурсных коллекций представлено? Сколько будет моделей? Будет три конкурсных коллекции, будет несколько коллекций в конкурсе одной модели и будут две номинации. Я знаю, что в этом году конкурс «Почерк», фестиваль «Почерк» несколько поменял формат. Вы как-то уже наслышаны, знаете, что это будет вообще? Он какой-то становится иной. Да, но это такая небольшая интрига. Я думаю, кто завтра посетит это мероприятие, будут удивлены. Формат «Почерка» действительно поменялся. Это теперь такой формат дружественной вечеринки с участием диджея, с участием такого праздника, более тесного общения. Ну и общей атмосферы такого вот хорошего, радостного события. Скажите, а вот мастера всегда проникаются в этой атмосферу? То есть они черпают вдохновение? Конечно, профессия парикмахер, профессия творческая. И вот такого рода конкурсы — это такой глоток, толчок креатива, творчества, эмоций и заряда, наверное, на нашу дальнейшую повседневную деятельность. Всегда эмоции, идеи мастер может высказать и сотворить в повседневной жизни. И поэтому именно вот такие мероприятия, такие конкурсы помогают мастеру выплеснуть свое творчество, реализовать себя. И, наверное, это рост в профессиональной своей деятельности. Но это действительно ощущается. Вот «Почерк» действительно уже 11 лет идет. Вот как-то на улицах города это все ощущается? Конечно, ощущается. Если выйти на улицу и спросить любого нашего жителя, что вы знаете о фестивале «Почерк», каждый расскажет, что это известный парикмахерский конкурс. Некоторые ходят туда болеть за своих мастеров, некоторые ходят посмотреть и найти свой салон и своего мастера. Ну и все люди, наверное, идут за хорошим настроением и праздником. Уровень профессионального конкурса в том числе? Конечно. У нас вообще эта сфера очень хорошо развивается, уровень мастерства растет, и это радостно. И год от года почерк становится взрослее, креативней, развернутый, полнее, что ли, и масштабней. А вы вот лично как готовитесь к конкурсу? Потому что вы уже из года в год являетесь членом жюри постоянного конкурса. Вот вы как-то себя настраиваете на него специально? Ну, специально не настраиваемся, нам готовиться не надо. Мы в этой сфере, еще раз повторюсь, поэтому мы всегда на этой волне, мы с радостью. Мы всегда продумываем какие-то подарки, обучение, поддерживаем как можем. Наша компания всегда поддерживает фестиваль «Почерк». Я знаю, что этот год будет для вас исключением, я имею в виду именно участие в качестве члена жюри. Да, в этом году первый раз я не буду сидеть в составе жюри, я буду как гость в зале. Но в составе жюри будут сидеть два независимых человека, которые не живут в нашем городе. То есть вы уступили свое место? Да, я уступила, это топ-стилист компании «Вэлла» Юлия Харченко и тренер, профессиональный тренер международной студии «Вэлла» Николай Курышкин. И мы решили, что в этом году, раз уж люди у нас в городе присутствуют, они с удовольствием, и они изъявляют огромное желание, не наслышано об этом конкурсе. И Юлия Харченко была однажды в составе жюри, вот таким образом. Ну, а я буду как гость получать удовольствие от коллекции. Ольга, ну вы очень часто, действительно, вам есть чем сравнивать, да, вы часто ездите, и по стране, я думаю, на парикмахерских конкурсах бывали не единожды. Вот скажите, пожалуйста, если говорить по уровню, да, для того, чтобы наши зрители понимали вообще, куда они идут, да, может быть, для тех, кто впервые это делает, по уровню, насколько наш конкурс соответствует международному, может быть, стандартному, столичному? Ну, я вам скажу так, однажды у нас с гостем в жюри мы привозили Александра Коршенинникова сюда, у нас было городское мероприятие «Формат». Александр Коршенинников? Да, это топ-стилист известный у нас в стране, очень известный не только у нас в стране, да, это актер с актерским образованием, вот сейчас задействован в большом количестве каких-то проектов. И мне было очень приятно, когда он сказал, Оль, ты знаешь, а у вас такой формат, у вас такой масштаб, у вас такой уровень, и я думаю, что этим все сказано. У нас действительно очень высокий уровень этого конкурса, и, наверное, в этом заслуга как Светы Никоновой, да, организаторов фестиваля, так и мастеров нашего города, которые подходят творчески, да, держат планку, и, ну, действительно, стараются, чтобы их коллекции были достойными и были лучшими. Ну, действительно, это у многих получается, есть уже и конкурсные модели, да, есть свои победители. Вот вы следите за судьбой тех людей, которые выигрывают почерк? Что с ним потом случается? Ну, так или иначе, мы следим за судьбой, потому что мы общаемся со многими, мы становимся добрыми друзьями. Те мастера, которые выигрывают обучение в наших студиях, они вдальше едут на учебу, приезжают, рассказывают, делятся эмоциями, и очень радостно, если их профессиональный рост потом становится все выше и выше, и человек понимает, что в этой профессии он не случайно и видит такие большие перспективы, наверное, своего профессионального роста. Это вдохновляет его, его клиентов, его коллег, и... Вот сейчас в парикмахерском искусстве так как-то принято, не знаю, часто сталкиваюсь с этим, не просто парикмахер, а парикмахер-стилисты, да, о чем говорит эта приставочка, что может сделать вот этот профессионал с вашей головой? Вы знаете, сейчас наши клиенты ждут от нас не просто каких-то технических действий, да, они ждут от нас советов по моде, рекомендаций в целом по образу, рекомендаций по укладке, советам по уходу за волосом, за кожей головы, то есть каких-то экспертных вещей, которыми они могут поделиться со своим мастером, а мастер, да, с клиентом, и поэтому быть просто парикмахером сейчас уже, наверное, недостаточно. Вот не могу не спросить у вас, какого большого профессионала совета, собственно, по стилю, который, может быть, вдохновит всех наших зрителей на дальнейшие эксперименты и подвиги. Скажите вообще, как себе стоит относиться к своей внешности и что стоит с собой делать, может, в этом сезоне? Знаете, мода всегда многогранна, нельзя сказать, что модно вот это и все, и даже новое направление, те агентства международные, которые разрабатывают моду для международных брендов известных, они никогда не делают один тренд, то есть их всегда несколько, как и в этом году, тренды 2013, четыре направления, и каждый человек может выбрать то, в чем ему будет гармонично, что ему будет идти, и ему нет необходимости бросаться в какие-то крайности, чтобы быть модным. А конкретно, что это за тренды вообще, перечислите? Конкретно, что это за тренды, это четыре тренда, но здесь и этнический тренд, тренд Аллегра, кстати, такой небольшой, открою секрет, салон один у нас будет на почерке, презентовать новый тренд, тренд Аллегра 2013 года, это то модное направление, роскоши, красоты и гламура, которая вот очень модна в 2013 году. Это тренд эко, тренд, который позволяет раскрыться молодым креативным девочкам, которых, может быть, не все понимают, но это модно, и есть такой тренд в новом году. А вообще, мода это то, в чем человеку комфортно, мода то, что тебе идет, да? Спасибо огромное, Ольга, я тоже не могу не присоединиться к этим словам, спасибо вам большое, я желаю вам удачи, несмотря на то, что в этот раз вы будете в счастливе зрителей, желаю вам получить зрительское удовольствие. Всего доброго. Спасибо. И, наверное, все в гостях перед фестивалем парикмахерского вечерка, спасибо вам за внимание. Хорошего настроения.